Свет надежды поддержать больных раком сегодня собрались десятки горожан. На плотинке пройдет всероссийский марш «Зажги ночь». Эта акция уже состоялась в шести городах России, ну а теперь марш добрался и до Екатеринбурга. Шествие со светящимися шарами начнется уже через несколько минут. Прямо сейчас у памятника Татищева и Дегенину находится наша коллега Мария Новикова. Да, коллеги, прошу прощения за небольшие технические неполадки, но вы видите, как много здесь людей. Все дело в том, что прямо сейчас в Екатеринбурге здесь на плотинке проходит всероссийская акция «Зажги ночь». Это акция поддержки больных онкологическими заболеваниями. И хочется отметить, что эта акция прошла уже в шести городах России. Это Нижний Тагил, Казань, Пермь, Санкт-Петербург, Железногорск, Нижний Камск. И вот завершающая финальная седьмая акция проходит именно здесь у нас в Екатеринбурге. Что же будет происходить? Здесь собрались и волонтеры, здесь собрались те люди, кто борется сейчас с недугом, кто борется сейчас с раком и непосредственно те, кого коснулась, хоть и опосредственно, но это трагедия, те, кто потерял близких. И причем именно в этой акции можно будет узнать, кто есть кто, что называется ху из ху. Я вас попрошу сейчас оператора перевести на шарики. В руках участники акции будут держать вот такие шары, которые называются «Зажги ночь». Белые шары – это те, кто понесут люди, кто сейчас борется с онкологией. Желтые шарики – это те, кто потерял близких из-за болезни. И красные шары понесут те, кто помогает выжить, помогает вылечиться и не потерять, самое главное, веру в жизнь тем, кто сейчас борется с болезнью. Пройдут сейчас участники акции по плотинке «Дома 100 влюбленных». Сначала акции ровно в 7 вечера, так что если кто-то хочет присоединиться, обязательно приходите. Ну а вот мы сейчас пообщаемся с Анастасией, с участницей акции. Настя, скажите, пожалуйста, какие шарики понесете сегодня вы? Здравствуйте. Я понесу сегодня несколько шаров. Ну прежде всего я понесу красный шар в поддержку всем пациентам, их близким. И, конечно, у меня есть потери, да, так скажем, нашей семье. Я понесу также желтый шар, да, это моя тетя, которая, к сожалению, ушла несколько лет назад. Ну и также у меня белый шар, но думаю, что я его уже отпустила в небо, я справилась с болезнью. Было нелегко, но этот путь можно пройти. Скажите, пожалуйста, если не секрет, как вы узнали об этом? Это была случайность или какие-то были предпосылки, что-то подсказывало вам? Ну на самом деле это помогло самообследование, то есть, так скажем, самоосмотр. Да, я нащупала у себя, ну, некие новообразования. И начала, так скажем, хождение по врачам. Здесь очень большой вопрос к диагностике. Долго не могли выявить, и, соответственно, вот здесь только не сдаваться, не терять время. Да, есть страх, да, есть сомнения, а может быть само пройдет, но здесь важно всегда как бы оставаться на чеку и лучше лишний раз перепроверить. Спасибо вам большое, Анастасия. Ну вы понимаете, самое главное, что сказала сейчас вот Настя, это время. Не теряйте времени. Ранняя диагностика поможет побороть этот недуг на самых начальных стадиях, поэтому приходите сюда, заполняйте вот такие простые анкеты. И если хотя бы на один вопрос из пяти вы ответите, да, значит, это повод сходить к врачу. Берегите здоровье. Коллеги, возвращаюсь к вам в студию. Спасибо. Спасибо.